Важнейший вопрос, который вас сейчас волнует, как попадать в рекомендации Shorts? Как правильно оптимизировать короткие видеоролики, чтобы они набирали просмотры? Прежде важно понимать отличие длинных роликов от коротких. В нашем контексте ключевое отличие это другой алгоритм ранжирования и другой источник трафика. Короткие видеоролики набирают просмотры из источника, который называется лента Shorts. Естественно, речь идет о мобильных просмотрах, когда люди, как в ТикТоке, погружаются в Shorts и листают, листают, листают один ролик за другим. Какие-то ролики они пролистывают, какие-то досматривают. Алгоритм адаптируется и показывает им те ролики, которые потенциально для них будут интересны. Дальше, если ролик входит в потенциальные интересы ваших зрителей, то уже от вас зависит, сможете ли вы удержать внимание данного зрителя, оправдаете ли вы его ожидания или нет. В отличие от длинных видеороликов, Shorts могут с нуля, с первого видео набирать тысячи, десятки, тысячи, сотни и даже миллионы просмотров. Сразу, сходу на новом канале. Это возможно. Конкуренция пока еще все-таки ниже, чем в длинных видеороликах. Очень динамичный источник трафика, поэтому набирать много и набирать быстро для Shorts это типичное явление. Но это может не приводить к конвертации во что-то, в доход, в привлечение аудитории и так далее. Поэтому мы видим довольно частые случаи, когда в коротких роликах на канале один видеоролик выстрелил, остальные не набирают ничего. То есть, фактически эти просмотры ушли в никуда. Давайте поговорим подробнее об алгоритмах ранжирования коротких видеороликов. Вышла моя новая школа YouTube 2023 года с полностью переработанными и обновленными уроками. Как вы знаете, алгоритмы YouTube изменились, у многих просел трафик, многие не могут более развивать свой канал и находятся в состоянии полнейшей неопределенности. Данная новая школа является исчерпывающим источником всей необходимой информации для того, чтобы уверенно развиваться в выбранном направлении. Вы сможете систематизировать свою работу таким образом, чтобы прирост трафика и аудитории в вашем проекте, на вашем канале был максимален, и чтобы вы спустя 3 или 6 месяцев работы выбились в лидеры в рамках вашей ниши по приросту показателей. Мы научим вас работать в рамках четкой предлагаемой системы, где, выполняя рекомендации шаг за шагом, вы будете получать конкретные результаты. Кроме того, школа очень интерактивная, она включает в себя не только видеоуроки, но также домашние задания, регулярные вебинары, возможность задать вопрос, получить на него ответ, возможность получить оценку канала и конкретные рекомендации в рамках обратной связи, по тому, что вы делаете, что нужно скорректировать, а что у вас получается отлично. Поэтому всех приглашаю начать обучение по ссылке в описании. Тоже важны постоянные зрители. Это и подписчики, и не подписчики, которые готовы на регулярной основе смотреть ваши видосы. Соответственно, если вы наращиваете постоянных зрителей, если из ролика в ролик оправдываете ожидания целевой аудитории, YouTube насыпет вам много показов. А если есть показы, то уже дело техники конвертировать в просмотры, повышать CTR за счет названия видеороликов, и добиваться того, чтобы из-за разнообразия кадров в самом Shorts, за счет бюро, за счет вставок, captions, подписей, YouTube генерировал вам привлекательный значок. Вы сами не можете загрузить значок для Shorts в данный момент, но YouTube может подобрать наиболее релевантный, чтобы зрителям захотелось тыкнуть и начать или продолжить просмотр. Соответственно, на это мы можем в определенной степени влиять. В остальном очень важно делать тематический канал, анализировать конкурентов, выбирать те темы, которые работают. И в Shorts намного больше, чем в длинных видео. Структура и сюжет видеоролика влияют на его судьбу и на его продвижение, поскольку обычно зрители уже начинают взаимодействие с контентом, и потом уже решается судьба, будет ли YouTube давать больше показов или нет. Поэтому вам принципиально важно делать так, чтобы ролик был правильно структурирован. Структура очень простая. В одну минуту максимум вам нужно уложить все элементы, обеспечивающие эмоциональные качели, вовлечение в просмотр, оправдание ожиданий, отсылку к следующему ролику, побуждение, призыв к целевому действию, например, лайк поставить или подписаться. Очень важно не затягивать, а с первой секунды вовлечь зрителя в просмотр. Сделать так, чтобы ему захотелось досмотреть ролик до конца. Мы об этом уже говорили, но я все-таки повторюсь. Первые секунды – это какой-то вопрос, утверждение, противопоставление, бросание вызова, эмоциональный какой-то вызов, посылок, с которым хочется согласиться или который хочется опровергнуть, зацепить зрителя за живое, чтобы он дальше досмотрел видеоролик. Дальше короткая перебивочка, или вы представляетесь как-то, или говорите, в чем ценность, кто вы такой, и идет раскрытие основного сюжета, основной темы, обеспечивающей оправдание ожидания. Или что-то неожиданное максимально, что зритель не мог себе представить какого-то сюжетного поворота. Соответственно, затем вы делаете отсылку к следующему видеоролику или закрываете на какое-то конверсионное действие и завершаете видео. Есть другой прием, о нем тоже уже говорим, тоже повторю, если вдруг не смотрели, когда шорт делают зацикленным бесшовным, то есть непонятно, где у него начало, где конец, и есть какая-то интрига, и зритель ждет, что думает, ага, сейчас вот идет развитие событий, и к чему-то этот ролик придет, будет какое-то продолжение. А на самом деле ролик уже прошел полностью и запустился повторно, просто не видно было этой склейки начала и конца. Такой ролик может набирать 200-300% удержания, продвигаться, получать много показов. Такое и в ТикТоке работало еще много лет назад, сейчас на Ютубе работает. Тоже можете попробовать, может в вашем случае сработать. Но это должен быть какой-то интригующий ролик, прикольный, интересный. Это очень простые приемы, но тем не менее они вполне себе могут действовать. Потом, что еще очень важно? Очень важно анализировать статистику ваших шортс. Не только смотреть на конкурентов, какие у них ролики набирают, какие нет, чтобы повторять их успех, но и смотреть конкретно вашу статистику. Да даже на главной странице топ роликов по эффективности. Естественно, смотреть вовлечение постоянных зрителей. Аналитика на уровне видео. Открываете, смотрите. Пик постоянных зрителей и длительность вовлечения. Когда высокий пик и длительность хотя бы 2-3 дня, значит все отлично, вы вовлекаете постоянных зрителей. Ютуб будет давать такому ролику показы. И нужно делать продолжение такого ролика, серийный контент, который будет регулярно оправдывать ожидания зрителей. Поэтому обязательно анализируйте эти показатели. Затем, допустим, у вас все более-менее хорошо, но в какой-то момент начинают падать просмотры. С этим сталкиваются практически все. Не бывает такого, что канал всегда ровно набирает, развивается, развивается, наращивает обороты. Нет, не будет такого. В какой-то момент просмотры упадут. И здесь важно вовремя заметить этот момент и понять, почему так происходит. Будь то сбой на Ютубе, или вы в чем-то ошиблись, или интересная аудитория угас, или тренды поменялись, или может произошло какое-то событие, которое выбивает интересы вашей целевой аудитории, поменялось микроокружение видеоролика, ваш канал попал в какие-то ограничения. Найти ответ поможет YouTube Analytics, конкурентный трендовый анализ. Пробили основные источники, посмотрели у других вашей тематики, также дела плохо, или получше обстоят. Посмотрели, не допускаете ли вы каких-то нарушений. Посмотрели эффективность видеороликов, вовлечение постоянных зрителей, удержание аудитории. Скорее всего, на этом этапе вы уже найдете ответ, что именно провисает, западает, что нужно исправлять. И сможете принять адекватное действие. Очень важно, когда вы смотрите аналитику, чтобы вы понимали, как это исправить. Но удержание аудитории, если низкое, значит, надо делать ролик более интригующим, вовлекающим, изменить структуру видео, может быть его длительность, может быть скорректировать темы. Постоянные зрители не заходят, значит, точно не попадаете в темы. Нужно перетряхивать контент-стратегию, брать новые темы для графика публикаций. И так далее. Все примеры приводить не буду. Дальше. Какие шорты снимать, чтобы попадать в рекомендации? Тематические, в рамках серийного контента, основанное на конкурентном трендовом анализе и те, которые заходят для вашей аудитории. В той тематике, в которой вы понимаете, разбираетесь, готовы работать, заинтересованы, которая на годы вперед. Не надо искать какие-то популярные топовые ниши, в которых сейчас ролики набирают просмотры. Это все бредятина, это не ведет к перспективам. К тому же подумайте, для чего вы создаете канал, как вы видите его через год, а через пять лет. Как вы будете зарабатывать на этом канале? Вы будете тратить на него много времени. Это действительно так. Это не халява, это не пассивный доход. Нужно постоянно фигачить для того, чтобы были результаты. А в таких условиях канал станет не только частью жизни, но это жрет ваше рабочее время. Поэтому очень важно получать с него доход. И это будет доход не от монетизации. Монета приносит копейки. 5-6 долларов в Рунете за миллион просмотров. Если монетизация включена. В Буржунете, в дорогом иностранном Ютубе, в дорогих странах, не в дешевых, 20-30 долларов максимум на миллион просмотров. То есть трафик нужен реально большой, чтобы это были какие-то ощутимые деньги. Но в то же время, если у вас бизнес, если вы продаете товары и услуги, а может быть инфопродукты, шорт с каналом для вас отличный. Потому что вы и бренд прокачиваете, и узнаваемость повышаете, и вовлекаете быстро большую аудиторию. Легко выбираете всю целевую аудиторию, которая потенциально заинтересована в вашем контенте. Это можно использовать, и это позволяет вам продавать очень даже неплохо. Да, конверсия будет намного ниже, чем с длинными видеороликами, но охваты достигаются гораздо быстрее. И в некоторой степени проще. И вы можете уже на первых роликах набирать действительно много просмотров в рамках вашей ниши, конечно же. Так что ролики должны быть тематические, серийные, структурированные, основанные на конкурентном трендовом анализе. И те, которые заходят именно у вас. Это если кратко. Если подробнее, вступайте в закрытый чат, там конкретно по вашему каналу поговорим о деталях. Плюс подключатся ребята с миллионными каналами, которые в этом чате сидят, и подскажут вам свое мнение. Оптимизация шортс. Важный вопрос. Что надо знать? Естественно, значок мы поменять не можем, поэтому надо насытить ролик биролами, чтобы YouTube максимально интересный кадр выбрал для оптимизации шортс. Добавляйте captions. Это плашки с текстом. Тоже помогают цифры там какие-нибудь, ключевые слова туда. Название максимально емкое, по возможности короткое. Интригующее. Есть у нас отдельные методички по названиям. Можете изучить. В общем, надо заинтриговать, добавить цифры, добавить эпитеты какие-то, сравнения, противопоставления. Это все работает. Или другие приемы, как сделать что-то. Разоблачение какие-то элементы. В общем, заинтриговать. Структура шортс очень важна. Это элемент оптимизации, конкретно в коротких видео. Описание делайте нормальное, адекватное. Два-три хэштега. Слово шортс используйте. Сами теги к видеоролику не обязательны. Мы проводили эксперименты. Не могу заметить какой-то кардинальной разницы между короткими видеороликами, которые оптимизированы с использованием тегов, или без использования тегов. Набирают примерно так же. Но можете ключевые слова в теге записать. В принципе, лишним не будет. Единственное, не заужайте аудиторию за счет слишком узких тегов. Не используйте нерелевантные теги. В остальном, в общем, все нормально. Дополнительные элементы не требуются. И публикуйте шортс в то время, когда наступает только приходится пик активности вашей аудитории зрителей. Зависит от страны, от часового пояса, где вас смотрят. Составьте портрет целевого зрителя в ваших коротких видео, вы поймете, в какое время он активен. Как он смотрит ролики, где он это делает, домой приходит, смотрит, или может на работе сидит, смотрит. Уже эти легкие базовые рекомендации помогут вашим коротким роликам продвигаться более эффективно и собирать больше показов. Такая оптимизация, казалось бы, незатейливая, дает результаты. Попробуйте обязательно. Пастите от одного до трех шортс в день во время пиковой активности целевой аудитории. Не пастите их пачкой. То есть, если вы три пастите, делайте промежутки по времени. Ну и расскажите о ваших результатах. Очень интересно, как у вас развиваются каналы. А для наиболее вовлеченных авторов каналов я предлагаю обсудить детали в закрытом чате. Ссылочку уже говорим в описании. Спасибо. С вами Конуден. Говорим про YouTube. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok